Итак, для приготовления раствора по этому рецепту вам потребуется взять 2 литра воды или литр. Желательно брать именно отстойную воду, лучше теплую или комнатной температуры. Одно витро и второе. Поливать орхидеи буду методом погружения, поэтому взяла такую удобную витерко. А далее препарат аскорутин. Это витамин С, аскорбиновая кислота и рутин. На 1 литр воды возьмите ровно 1 таблетку. Вот посмотрите, витамина С здесь ровно 50 мг и рутина тоже 50. Мне часто приходят вопросы, аскорутин и обычный апельсиновый сок это одно и то же. Это понятие, конечно же, не антонимы, ближе с синонимом. Но тем не менее, аскорутин это все-таки аскорбиновая кислота плюс рутин. То есть это чистые действующие вещества, поэтому для приготовления именно этой подкормки все-таки возьмите аскорбиновую кислоту, а лучше с рутином, как и я. Поскольку я взяла большое ведерко и использую 2 литра, то беру точно так же 2 таблетки. С помощью 2 обычных столовых ложек, зажатых между собой, порошок таблетки легко превращается в то, что нам необходимо для приготовления раствора. И тщательно размешиваю, подчеркиваю, вода ни в коем случае не горячая, только комнатная, а лучше теплая, градусов 36-40. Так таблетка аскорбиновой кислоты с рутином лучше растворяется. Не знаю, насколько заметно это сейчас, но аскорбиновая кислота имеет желтый такой оттенок, поэтому учитывайте, если обработку будете проводить, например, на окне, где есть обои. Поэтому очень осторожно. В принципе, для растений это только на пользу. И вот заметно, что имеет желтоватый немножечко тон. Должно сказать, растворяется аскорротин достаточно быстро. Очень удобное приготовление подойдет любому отставоводу-огороднику, потому что простота его заслуживает отдельного внимания, а эффективность превышает любые ожидания. Ну и остается дело за малым. Берем любую орхидею, которая требует на сегодня пить. Лучше всего, чтобы она была в состоянии уже цветения, потому что, как я сказала ранее, подходит для всех орхидей, вне зависимости от фазы роста. Поэтому посмотрите, есть ли корни активные. Итак, ставлю орхидею в ее родной двойной горшок, то даже, между прочим, удобнее, чем в емкости с водой. Беру уже приготовленный раствор и поливаю методом погружения в среднем достаточно около 15 минут, полностью заливая горшок этим раствором. Забавление аскорротина. Что касается периодичности полива орхидеи аскорротином, то достаточно одной обработки в среднем около 7 дней, 10 для реанимации орхидеи. Если же вы хотите поливать аскорротином для оздоровления орхидеи с большими корнями или же в цветущем состоянии, то достаточно около одной обработки где-то в 21 день. Агротехника полива орхидеи аскорротином достаточно разнообразна. Можно и проливом по краю коршка тонкой струйкой, можно и методом погружения, это если под корень, а можно также использовать по листу с методом опрыскивания. Что немаловажно отметить, что листья после подобных процедур все равно остаются чистыми без налета. Эта орхидея фаленопсис сорта Бантик Равелла сейчас цветет, и поэтому дополнительно хочу ее подкормить аскорротином для того, чтобы цвет был насыщеннее, а бутоны больше. Достаточно раз попробовать для того, чтобы почувствовать разницу. Поливайте так орхидеи, и они обязательно отблагодарят вас длительным, обильным цветением. Все бутоны будут раскрываться своевременно, а цветение будет просто незабываемым. С момента начала полива уже прошло около 15 минут, поэтому достаю орхидеи из горшка. Что касается оставляния воды на дне, то это разрешено, даже если ваша орхидея растет в закрытой системе. Старую воду сливаем, и в зависимости от размера горшка, использование дренажного слоя, дzemок